Здравствуйте! Это новости на Дону. В студии Артём Тарасов. Смотрите выпуски. Экология, благоустройство и платные парковки. Городоначальник Ростова провёл первую встречу с предпринимателями. Затраты на содержание службы и обслуживание этой системы составляют больше. У нас сегодня этот проект убыточный. Ростов-Дон раздавил немок. В Кубке ЕГЭФ лидер чемпионата Германии разгромлен с разницей в 10 мячей. Сегодня многое получилось. Практически всё, что мы хотели, мы сделали. Станет как в 1894-м. В Таганрогском храме всех святых восстанавливают уникальный иконостас. Это уникальные остатки этого стекла. Не только пескоструйка, но ещё и золочение. Стихи рядом с пейзажами. Выставку Максимилиана Волошина из Коктебеля дополнил рисунок, подаренный ростовчанину. Вот здесь, ребята, вот здесь у нас в книжном шкафу, как положено. Потому что знакомство с Волошиной началось, Иночка, именно с книжки. Именно со стихов. 190 водонапорных башен и две скважины уже в этом году построят в Милютинском, Милеровском, Ягорлывском и ещё девяти донских районах. На эти цели из областного бюджета выделят 111 миллионов рублей. Цель масштабного проекта – обеспечить всех жителей региона качественной водой. Тянуть водопроводы к удалённым от реки Дон территориям долго и дорого. А старые сети сильно изношены. Выход – развивать локальные системы водоснабжения, строить водонапорные башни, бурить скважины. А те, что есть – ремонтировать. Жители 22 районов результат уже оценили. По 2016 году было выделено 66 миллионов рублей для приобретения 88 башен Рожновского и для устройства 25 скважин. В этом году губернаторам принято решение по выделению более 250 миллионов рублей на ближайшие три года. В итоге у нас планируется приобрести 570 башен. Планируется в указанный период произвести строительство 22 скважин. Это позволит дать качественную питьевую воду всем муниципалитетам. И цена на неё не повысится. Штрафовать за неоплату парковки в центре Ростова начнут через пару месяцев. Примерно столько времени уйдёт на заключение соглашения с МВД о передаче баз данных, рассказал Виталий Кушнарёв на встрече с предпринимателями. Бизнесменов интересовали не только деловые темы, но и вопросы благоустройства города. Информация о том, что город пока не может штрафовать неплатильщиков парковки, обрадовала автомобилистов. Выкладывать по 35 рублей за час стоянки многие из них не спешат. Мы сегодня деньги собираем плохо. В средние статистические у нас месяцы, если говорить о последних месяцах года, это миллион 700 рублей. При том, что затраты на содержание службы и обслуживание этой системы составляют больше. У нас сегодня этот проект убыточный. В идеале доход от платных парковок должен вырасти до 300 миллионов рублей в год, подсчитали в администрации. Теперь осталось наладить механизм штрафных санкций. Заключить соглашение с МВД о передаче персональных данных автовладельцев надеются уже в феврале-марте. Поговорили на встрече и об экологии. Предприниматели интересуют планы администрации на год. Виталий Кушнарёв обещает ликвидировать крупные несанкционированные свалки, а таких в Ростове с десяток, и проложить канализацию по левому берегу Дона. Кроме того, власти собираются отремонтировать пять парков и заложить новые в микрорайоне Суворовский. Среди большого количества общегородских вопросов были и узкоспециальные, деловые. Большинство предпринимателей волнуют вопросы всевозможных проверок, которым они подвергнуты в течение года, и вопрос сокращения обращения к кому, куда и как, с тем, чтобы мы на этот процесс могли как-то повлиять. Проблема глобальная, она касается не только бизнеса, она касается и нас, и власти. Эта встреча с бизнесменами для Виталия Кушнарёва, как градоначальника, стала первой, и он обещает, что общение будет активным. Виктория Щетинина на Дону. Похитители дизельного топлива предстанут перед судом. Троих злоумышленников задержали в порту Ростова, когда они сливали с одного теплохода на другой 47 тонн судового дизеля. Следователи выяснили, что это организованная преступная группа под руководством директора коммерческой фирмы. Злоумышленники приобретали у членов экипажей судов, следующих по реке Дон, в акватории порта Ростов-на-Дону, дизельное топливо с последующей его перепродажей. Также следователи установили, что участники организованной группы пытались сбыть более 100 тонн топлива за 2,5 миллиона рублей. Кроме того, раньше организатор группы обещал помочь капитану одного из судов, фигуранту уголовного дела. За смягчение ответственности просил 2 миллиона рублей. Во время передачи денег подозреваемого задержали сотрудники транспортной полиции. Расследование завершено. Теперь точку в истории этой преступной группы поставит суд. Сувениры из Грузии. Ложки. Но они простые. С гравировкой и клеймом 1878 года. Такой багаж обнаружили таможенники в ростовском аэропорту у вернувшегося из Тбилиси ростовчанина. Вполне возможно, 8 нестандартных столовых приборов, культурные ценности. Если экспертиза это предложение подтвердит, владельца ждет штраф за то, что не внес раритет в декларацию. Уникальный мозаичный иконостас 19 века реставрируют в Таганарокском храме всех святых. Неожиданной удачей стала находка в подземной части храма мозаичного стекла и фарфора, оставшихся при изготовлении иконостаса в 1894 году. Но оригинальных материалов на реставрацию далеко не хватит. Это уникальные остатки этого стекла. Не только пескоструйка, но еще и золочение. В рабочей келье реставратора Владимира Кудрявцева хранятся и фрагменты мозаики советской эпохи. Все-таки предпринимались попытки заменять осыпающийся время от времени с иконостаса кусочки смальты и стекла. Больше года потребовалось, чтобы очистить его от копоти свечей и укрепить зоалтарную и лицевую части. Здесь видно основание иконостаса, какое оно было изначально. Мы специально поставляем, чтобы люди могли здесь спокойненько посмотреть. Ну и ждем новые материалы. Все повторимо. Сейчас такие технические возможности у наших мастеров, что они практически единственное сырье. Сырье, которое идет из Европы, из Италии, из Германии. Это стекла под литье. Недостает 135 образцов общим количеством примерно 14 тысяч. И тогда все неподражаемое убранство храма всех святых буквально заиграет красками, как в 1894 году. Есть две легенды. Одна легенда, это делали афонские мастера, которые прямо на Афоне отливали это все цветное стекло и смальту. А другая версия, это все было сделано в Италии. И привезено в 1882 или в 83 году сюда. И стали монтировать на иконостас это все. Иконы, которые были, вот так они все подставались. Они написаны на металле, вот, ну, их там подмыли, подчистили тоже их. И так все так, все так, все так, все так, все так, все так, все так. Остались в таком же виде, в котором они были. Храм был заложен в 1810 году. Место, как говорят, намоленное, историческое. Он единственный пережил революции и войны. Как говорят, его ни наши не разрушили, ни немцы. Эскизная часть, плюс монтаж. Все это нужно было отлить. Это литьевое все из гипса. Я так, когда дошел до первых слоев, это гипс на яичном желтке. То есть практически крепость у него камня. Галина Белоусова, Тагир Фатахов, Надону. Ростов-Дон разбежался. В матче с лидером чемпионата Германии Беттикхаймом в нем можно было разглядеть команду, громившую лучшие клубы Европы в прошлом сезоне. Лиги чемпионов. Сейчас Еврокуба краногом пониже, но цена уверенной победы от этого не меньше. Стартовые минуты ростовчанки проводят в максимально боевом сочетании. Отлично трудится Катрин Лунде. Немецкие девушки раз за разом упираются в норвежского стража рамки Ростов-Дона. И атака подопечных Фредерика Бужана работает на полную мощь. Защищаться от пушечных выстрелов Сень и Барбусы невозможно. А в ближнем бою хороша Майя Петрова. Итог такой уверенной игры после первых 15 минут встречи 10-3 в пользу хозяек. Сегодня многое получилось. Практически все, то, что мы хотели, мы сделали, мы отстояли. Я считаю, хорошо в защите. В атаке у нас тоже неплохо получалось. В прошлом, когда мы играли там, наверное, не так хороша у нас атака была, как сейчас. Ростовчанки уже куражатся, периодически исполняя фигуры высшего пилотажа. Немецкой машине остановить Донской каток удается лишь иногда. И то с нарушением правил. Атаку соперниц тащит одна девушка Нина Мюллер. Для нас это первое участие в Европейском кубке. Это не Бундеслига, наша родная. Поэтому игры в таком турнире для нас испытания. Мы будем готовиться лучше и относиться серьезнее. Разыгрывающая Бетикхайма в итоге доведет свой личный голевой счет до девяти. Благодаря чему станет лучшим снайпером матча и удостоится похвалы двукратной олимпийской чемпионки. Во втором тайме борьба более равная. Но все равно с неоспоримым преимуществом хозяев. В этой ситуации Анна Паула Родригеса и Александрина Барбуса на двоих забрасывают 14 мячей. А Ростов-Дон побеждает более чем уверенно. 34-24. Для меня результат не самое главное. Я считаю, что командный дух, который мы показали, это прежде всего плод нашей работы. Я в Ростове не так много, две недели. Но благодарен девушкам за то, что они меня слушают и работают очень тщательно на тренировках. Кстати, с разницей в 10 и более мячей в Еврокубках Ростов-Дон побеждал только в прошлом сезоне. Причем французский клуб Леури Луаре, который в тот момент возглавлял именно Фредрик Бужан. Теперь в Кубке ЕГФ ростовчанки сыграют 5 февраля в Венгрии с Эрдом, который уже обыграли дома. Лев Клинов, Юрий Санкин. На Дону. Ничья с лидером чемпионата Польши. Футбольный Ростов сыграл первый контрольный матч на сборе в Турции. Соперник Егелония открыл счет уже на девятой минуте. И ответить наш клуб смог только в середине второго тайма, полностью сменив состав. Красивый гол забил Ярошенко. За 4 минуты до конца матча поляки снова вышли вперед. Но ростовчане успели отыграться. Гол сделала молодежь. Анголец Нандиньо забросил мяч вперед. Ярошенко сделал пас грудью и точку поставил Ерохин. 2-2. Следующий контрольный матч Ростова завтра с клубом Жилина из Словакии. На Дону наступил Кемерийский серебряный век Максимилиана Волошина. Так называется выставка, впервые привезенная из Коктебеля к 140-летнему юбилею поэта и художника. В Музее русско-армянской дружбы можно было увидеть акварели, книги, портреты и копию рисунка, подаренного художником ростовчанину. На картинах ничего, кроме завораживающих пейзажей с природой Коктебеля. А жизненную позицию Максимилиан Волошин передал в поэзии. Исследователи творчества и сегодня спорят, кем же он был в первую очередь. На выставке можно найти ответ для себя. Если спорить поэт или художник, пожалуйста, здесь специально на столе стоят копии акварелей. Наши коллеги, они сделали целую серию. Пожалуйста, акварель Максимилиана Волошина и его стихи. Два первых года жизни Максимилиан Волошин провел в Таганроге, затем был Крым. Некоторое время жил во Франции и много путешествовал. Города и страны, в которых побывал художник, отмечены на музейной карте. Здесь и Ташкент, через который позже проследилась связь с Ростовом. Там он знакомится с Иваном Геером, прадедушкой ростовской журналистки Евгении Апариной. Они подружились и переписывались. В 28-м году Волошин прислал семье Гееров свою акварель с подписью. И с тех пор она хранилась в семье. Вот здесь, ребята, вот здесь у нас в нижнем шкафу, как положено. Потому что знакомство с Волошином началось, Иночка, именно с книжки, именно со стихов. Евгения эту историю узнала случайно, когда они с бабушкой слушали стихи на виниловой пластинке. И там идет стихотворение «Я мысленно вхожу в ваш кабинет». Он говорит, «Подожди, а это не Макса стихи?» А я ничего еще не знаю, она юная студентка начинающая, так думаю, какого Макса, даже не поняла. Но это же Волошин. Лезет в чемоданчик свой, достает вот эту вот акварель и говорит, что вот когда-то он был сослан, так же, как и ее отец, мой прадед, сослан в Таштент. Правнучка Ивана Геера разрешила сотрудникам музея сделать копию раритета. Дальше выставка Волошина переезжает в Таганрог. Инна Панфилова, Сергей Вишняков, на Дону. Сегодня юбилей у главы Донского региона. Василию Голубеву исполнилось 60. Как отметит день рождения, губернатор рассказал на большой пресс-конференции. Я буду дома у детей. В Москве? В Москве. Значит, никаких банкетов по поводу дня рождения губернатора в Ростовской области не будет. На свой день рождения всегда уезжаю. Это как бы правило, которое я очень долго времени не нарушал. А возможность будет несколько дней пообщаться с детьми и внуками. Наш коллектив поздравляет Василия Голубева с юбилеем и желает здоровья и всего самого наилучшего. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15 часов. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова